ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРО ЛЕНЬ, ПЕЛЬМЕНЬ И БЕГЕМОТА Харры, чего я в этом Брюсселе не видала? Вон статую с отломанной рукой на Сталинградской улице видела хваленого мальчика, на которого со всего мира съезжаются посмотреть, знаю. Был бы из-за чего сыр-бор устраивать, срам один. И все тут, рядом со Сталинградской улицей. Что? Откуда у них в Бельгии наше название? А это в память о страшной войне и в знак уважения к нашим солдатам, которые Европу освободили. Но я же сюда не за этим прилетела. Старух Шапокляк просил привет передать ее сестре, то ли троюродной, то ли семьюродной. В кузине, в общем, ее и зовут почти так же, мадам Шапо. Она тут, где-то недалеко от улицы Сталинградской. Да вот же она, стоит в кошельке, ковыряется, проверяет, видно, не стянули ли у нее тяньки. Этот район ведь в Брюсселе своими карманниками славится, воришками то есть. Да и сама мадам Шапо недаром в родстве с наш Шапокляк. Та еще старушка. У нее, наверное, тоже песенка есть, вроде той, что наш Шапокляк поет. Кто людям помогает, тот и рот тверьми зря. Но, как и наш бабусь, мадам Шапо, в общем, по-своему, интересная дама. В бельгийских театрах до сих пор идут пьесы о городской жизни, где мадам Шапо одна из главных героинь, говорит на сочном брюссельском диалекте, хитрит, подшучивает. Брюссельцы так ее любят, что каждый год проводят конкурс на лучшую мадам Шапо. Это вам не разные всякие конкурсы красоты, их вам сколько. А стать лучшей Шапокляк, это еще надо постараться. Кстати, мадам Шапо в театре раньше играли только мужчины. Такая вот была традиция. А теперь стоит бронзовая старушка в центре Брюсселя, считает денежки в кошельке. Что взаиме Шапо? Да Шапо так же, как Шапокляк. Это всего-навсего Шляпка. Получается, мадам Шляпка ее зовут так же, как нашу вредную старушенцу. Почему? Как почему? Это уважающие себя дамы нигде без Шляпки не появляется. Вот и сейчас стоит в шляпке на носочке, на руке сумка. Эй, мадам, вам привет из России, от вашей троюродной, пятиюродной, от кузины вашей, в общем. А старухи Шапокляк не обращает внимания. Даже головы не повернула. Да что с нее взять, она же памятник. То есть скульптура уличная. Но с меня взятки гладки. Я свое дело сделала, теперь дальше полечу к дому поближе. Каррррр. Про лень, пельмень и бегемота.